здравствуйте приветствую вас на канале горячие новости друзья рбк сообщает в хабаровске задержан министр из правительства уголом следствие подозревает бывшего министра транспорта хабаровского края получения полтора миллионов рублей за назначение нужного человека официального утверждения этого пока нет бывший министр транспорта хабаровского края максим прохоров задержан по подозрению получение взятки сообщает риа новости со ссылкой на источник эту информацию подтвердил также источник агентства хабаровский край сегодня по предварительной информации сумма взятки составляет полтора миллиона рублей их заплатили за содействие в назначении на должность руководителя одной из подведомственных прохоров структур временно исполняющий обязанности губернатор хабаровского края михаил дегтярев 12 августа заявил что скорее всего уволит прохорова за саботаж он рассказал что министр попытался обманом перенести ремонт дороги в одном из районов края на следующий год прохоров уволился 14 августа по собственному желанию вот такая вот друзья информация как мне кажется мне кажется данная информация появляется у нас не случайно и акцентируется именно так участи прочитал из источника из рбк и там ведь пишут не просто так что уволен чиновник там он якобы брал взятки нет там именно акцентирует на том что этот чиновник был ставленник фургала и он плохой то есть и дают всячески нам понять что фургала в принципе он не святоша не святоша и вот видите какая у него команда то есть и дегтярев тот же заявлял что вот этот вот слабак то есть он плохой специалист своего дела этот взяточник там управленческая система разрушена это ведь слова были дегтярева я считаю я считаю друзья в данной ситуации делается все для того чтобы показать что фургал то в принципе не совсем такие хороший человек хорошего там нету посмотрите сам он обвиняется вот в таких плохих вещах коллега его которого он же поставил взяточник полтора миллиона хапнул и перенес ремонт дороги на следующий год кто-то там еще что-то сделал даже вот такие бредовые какие-то мысли сейчас высказываются что я вам озвучиваю то что фургал якобы пиарился на том что он организовал питание горячее питание ребятишек из малообеспеченных семей кто вот такой бред вот придумай что как понять пиарился он сделал свою работу естественно он какой-то плюс себе бонус какой-то в кошелек сиповы и положил естественно как мне кажется как мне кажется в пургалу было больно и противно смотреть на то что вот такое от разделение происходит колах что какие-то обеспеченные дети кушают вот так вот а мало обеспеченная там хлеб с чем они с маслом или с чаем и все и мне кажется фургалу в какой-то степени это еще очень сильно резало. Почему? Потому что фургал сам, я считаю, что прошел через все это. Ведь не нужно забывать о том, что фургал сам из многодетной семьи. А вы прекрасно знаете, что если семья многодетная, то, как правило, где-то там денег не хватает. Это в нашем государстве так происходит. Потому что государство совершенно никак не поддерживает. Чем больше детей, вот даже я вот смотрю, тем материально-материально похуже живет семья. Это хорошо, что дети есть, но государство самоустраняется, оно никак не помогает. И в данной ситуации я считаю, что вот такие вещи фургал он посчитал как личный вызов себе. Потому что я предполагаю, что в какой-то мере он сам прошел через все это. И он видел вот это вот неравенство, где ребятишки чуть побогаче, они питаются лучше. А у них он и сам говорил, что они жили ведь небогато. У них доход был меньше и он видел это разделение, он прочувствовал это на своей собственной шкуре. Поэтому вот такие вот бредовые идеи, я считаю, что это и выводы, но это делается только с одной целью. Осквернить, скажем так, всяко-разно обозвать фургала и выставить его плохим очень человеком. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok